Набор с палочками для взятия анализов изо рта. И конверт для того, чтобы отправить их в лабораторию. Это все, что требуется сегодня для вступления в регистр доноров костного мозга. Вот такие наборы, в которых находились вот такие палочки. С их помощью можно было взять самостоятельно образец биоматериала, провести ими по внутренней стороне щеки, и почтой, получить этот набор по почте, и почтой же отправить его обратно в лабораторию. Достичь этого было не так просто. Потребовались совместные усилия Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова и Почты России. В пятницу, 14 июля, Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга и Росфонд отмечают годовщину сотрудничества. За это время по всей стране этой возможностью воспользовались более 20 тысяч человек. Из них 556 – это жители Новосибирской области. Особенно приятно, что эту возможность получили те, кто живут в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, там, где нет лаборатории, чтобы можно было прийти и сдать кровь. Но, конечно, важно не то, сколько конвертов мы отправили, а то, скольким людям это дало шанс на выздоровление. И достигнутые результаты уже впечатляют. Вступление в регистр доноров костного мозга не означает, что человек станет донором. К нему обратятся в случае, если найдется нуждающийся в операции больной с подходящими генетическими данными. Пока в Новосибирске исчезла тех, кто отправил свои данные по почте, донорам стать повезло лишь одному человеку. Им стала Мария Капустина. По сути, трансплантация костного мозга – это переливание крови через специальный аппарат, который собирает нужные для больного стволовые клетки и затем возвращает эту же кровь в организм донора. Трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5000 россиян, сотни из которых живут в нашем регионе. Ее применяют при онкогематологических заболеваниях, нарушениях в системе кроветворения и в иммунной системе. Донором костного мозга можно стать, оставив заявку на сайте. После добровольцу по почте придет набор с палочками для взятия биоматериала, инструкции с соглашением о вступлении в регистр, анкета о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Палочки, заполненные документы, отправляются по почте в Казань. Там специалисты проведут необходимые исследования и данные будут включены в информационную систему Национального регистра доноров костного мозга.